Вот такие вот колючки у этого типа глядичьи, да? Нельзя сказать, что у нее тут три колючки. И что я вам хочу сказать. Эти колючки, ну даже рукой, очень легко, очень легко можно выкрутить. Я не буду их все ломать, но в принципе, если вот аккуратно ее вот так вот выкручивать, то ее можно даже, о, я ее даже выдернул, вот видите. И так, в принципе, эти колючки все можно при желании поснимать и удалить. Видно, конечно, как отрастают новые колючки, они совершенно другого цвета, вот видно по ним, да? Вот они зеленого цвета. А те колючки, которые уже более давние, они уже коричневого цвета. Почему глядичью назвали глядичью трехколючковой? У меня сейчас подрастают саженцы, и на них появились маленькие колючки, такие еще зелененькие. И вот они же, они имеют именно три колючки. Здесь, как видим, этих колючек очень много. Не три, а больше, да? Поэтому трудно сказать, почему именно эту назвали трехколючковой или вообще. Но когда глядичья в виде саженца начинает только подрастать, то эти колючки имеют именно три шипа. Не так много, как здесь, а именно три шипа. Ну вот давайте, вот у меня плоскогубцы. Все, я выдернул. Да, плоскогубцами, видите, остается на коре повреждение. Так что, конечно, их лучше не выдергивать, а выкручивать. Можно их и не выкручивать. У меня с собой нет секатора. Их можно просто секатором срезать. Смотрите. Все. Они прекрасно режутся. Даже плоскогубцами. Посмотрите, друзья. Оцените, это огромное дерево. Это просто впечатляет. Ажурная, прекрасная, нежная тень от нежных листиков глядичи трехколючковой. Похожей, кстати, на акацию. Действительно, она имеет другое название. Глядичи имеет другое название. Американская акация. Редактор субтитров А.Семкин А вот, друзья, смотрите, как подросли мои растения, которые я вырастил 4 месяца назад из семян. Из семян глядичи. И с этими деревцами я экспериментирую в плане колючек. Вот, смотрите, появляется новая колючка. Я все колючки на этих глядичах пообрезал ножницами. Вот, смотрите, вот снизу все, которые были колючки, вот такого типа. Вот, смотрите. Сейчас попробую показать получше. Вот, видите, молодая колючка. У нее три шипа. Вот. Три шипа. Но они еще очень даже мягкие. И, в принципе, их можно даже руками легко удалить. Вот, видите. Вот, вот такая вот молодая колючка с тремя шипами. Я пробую их удалять для того, чтобы посмотреть. Вот я их прям даже так отщипываю. Для того, чтобы посмотреть, через сколько вырастут новые колючки. И вырастут ли они вообще. Я, конечно, предполагаю, что, конечно же, они вырастут. Но мне хотелось бы вот посмотреть, через сколько растения выросли. Где-то 40-45 сантиметров. Растут они в пакетах у меня. Поливаю я раз в неделю. Растут они у меня здесь под вишней. В полутени. И вот так вот, друзья. Потому что с колючками экспериментирую. Потому что многие написали про колючки. Что вы очень там возмущены были. Что они опасны и так далее. Я отчасти, конечно, соглашусь с людьми. А отчасти не соглашусь. Потому что много очень растений есть в природе, которые имеют колючки. Возьмем даже тот же всем известный шиповник. Который весь-весь-весь колючий. В таких мелких колючках, что к нему вообще не подлезть. Но тем не менее, шиповник растений очень полезный. Всем известно, что в шиповнике содержится очень... В плодах шиповника содержится очень много питательных веществ. А именно витамина С. Ну а что сказать про глядичи? Глядичи хоть и выглядит грозным растением. Со своими колючками. Но в то же время, читал в одной книжке, что из экстракта глядичи можно получить противораковое лекарство, друзья. Которое останавливает рост раковых клеток. Вот. Ну и, как я уже говорил раньше, что... Вот колючка молодая, зеленая оторвала. Что глядичи я... Это отличный азотфиксатор. Она может расти там, где не будет расти другое дерево. То есть, она устойчива к засухе. Она может расти на засоленных почвах. Она укрепляет хорошо склоны, потому что у нее мощная корневая система. Благодаря тому, что у нее мощная корневая система, идущая глубоко-глубоко под землю, она достает те питательные вещества, которые не могут достать другие растения. Понимаете? И этим она поднимает эти питательные вещества наверх своими корнями. И улучшает плодородие почвы вокруг. Поэтому читал в одной статье, что если возле глядичи посадить сад, то сад будет очень хорошо расти и плодоносить. Ну, вот я вот просто, видите, их отрываю. Вот колючки молодые. Нелегко отрываются. И хочу посмотреть, через сколько же они отрастут новые. Вообще легко отрываются. И не колются, потому что мягкие. Этих растений у меня осталось не так много. Потому что те, которые я посадил по стаканчикам, они все выжили. Я их привез вовремя. Прошли возвратные заморозки весенние. И я их пересадил. Вовремя, можно так сказать. По горшкам. А те же растения, которые я посадил из семян прямо в грунт. Большинство, ну, практически 90% из них погибли. Потому что были возвратные заморозки. И они замерзли. Вот. А там осталось у меня, наверное, штук 5. И я их пересадил тоже в горшки. Вот. Вот такие вот новости, друзья. По поводу ледичи. Трехколючковой. С которой я экспериментирую пока. Контролирую ее. Экспериментирую. Ну что, друзья. Прошло три недели. С момента, как я отщипнул иголочки, колючки. Наглядите. Четырехколючковой. На моих молодых саженцах. И давайте посмотрим. Сегодня вот 14 августа. Выросли ли новые колючки. На тех местах, где я обрезал и общипывал. Ну, как видите, их нет. Единственное, что я видел и тоже отщипнул, это новые колючки, которые появлялись уже на верхушке. Глядите, уже за три недели подросли хорошенько. Уже, наверное, больше полметра такие. Тонкие стволы. Но уже они начинают даже одеревеневать. Так что, друзья, смотрите. Есть вариант, есть способ контролировать эти колючки. Хотя бы на начальном этапе, на начальной стадии. Если у вас небольшое количество растений, то, в принципе, вы можете вот таким вот способом, как и я, просто их брать и отщипывать. Пока они вот такие совсем мягкие. Они легко отрываются. Легко и просто. Какая красавица. Кстати, когда уже приходит вечер, листочки у них складываются. Ну и в завершении, для тех, кто думает, что я сажаю только глядичью трехколючковую, покажу, что у меня растет не только глядичья трехколючковая. Это кедры сибирские. Их тут около 30 штук из орешка. Растут очень медленно в сравнении с глядичью трехколючковой. Это и пчелиное дерево Эводия Даниэля. Выращенные семян. Это и катальпа выращенная из семян. Кстати, вот одна тут уже цветет. Удивительно. Это и липы. Усколистые, широколистые, серебристые. Это и гинкобелова. Да, не медонос. Но зато вековое дерево может жить до 2000 лет. Так пишут. Да. Это и кедр корейский. Их тут у меня тоже много. Ну, конечно, осталось тут их замульчировать. Но не факт. Их тут у меня около 70 штук. Кстати, они занесены в Красную книгу. По-моему, в Корее. Это и фундук выращенный из орешка. Среди них, кстати, есть с бордовым листом. Какие орехи с них будут, я еще не знаю. Но сам факт. Вот, подрастают. Это и павловнии. Да, с ними есть некоторые сложности у меня. Очень любят они влагу, не любят ветер. Подмерзают. Рядом с павловниями тоже вот вымахали эводии какие. Это посаженные в прошлом году. Они тоже подмерзли, но пошли в рост. Так что, друзья, чем больше сажаем разновидности деревьев, тем лучше. Ну, деревья, это же не все, друзья. Есть у меня небольшой огородик. Вот, например, перчики мои подрастают. Вот, красавчики. Так что, как-то так. Как говорят, не единым хлебом сыт человек. Ну, не единой глядичей сыт человек. Как-то так, друзья. Чем больше разновидностей растений сажаете, тем лучше. И для вас, и для земли, и для всех остальных. Кукурузка подрастает. Эх, дождь! Субтитры сделал DimaTorzok